Добро пожаловать в Москву. Просто наденьте на ухо, вы знаете, как работает. Теперь мы знаем, с чего мы начнем все пресс-конференции. Итак, добро пожаловать в Москву. Очень рады, что вы к нам сегодня добрались. Большое спасибо. Я никогда не был раньше в Москве, первый раз здесь. Вам очень повезло, что сегодня у нас очень тепло в Москве. Итак, у нас очень ограниченное время, поэтому, пожалуйста, давайте я задам. Дорогие друзья, я хочу вас попросить закончить с фотографиями сейчас, потому что после того, как наши артисты начнут отвечать, вы не сможете фотографировать. Сейчас нужно закончить с фотографиями, друзья. Спасибо. Больше нельзя фотографировать, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Итак, первый вопрос. Человек-паук. Возвращение домой – это продолжение истории, начавшейся в первом «Мстителе. Противостояние». Расскажите, пожалуйста, как так вышло, что вообще «Мстители» и вселенная Марвел стали частью этого фильма о Спайдер-мене? Давайте я начну. «Человек-паук» всегда должен был быть во вселенной Марвел. Когда его создавали в старых комиксах, его сделал Стэн Ли и Дитко, они должны были добавить новый молодежный взгляд этому миру супергеройских персонажей. И я очень рад, что мы возвращаем этого персонажа во вселенную Марвел, потому что, на мой взгляд, это самый лучший, самый убедительный человек, самый убедительный супергерой в этой вселенной. Когда он в юношестве смотрит телевизор и видит, как Тони Старк признается миру, что он железный человек, он вдохновляется этим, таким образом он становится самым интересным персонажем для всей вселенной. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Сейчас к вам подойдут с микрофоном, не переживайте. Доброе утро, канал Disney. Скажите, пожалуйста, в чем главное отличие нового фильма «Человеке-пауке» от всего того, что уже было снято? Спасибо. Давайте я отвечу. Главное отличие в том, что мы пытаемся привязать Питера Паркера к реальности нашей повседневной и делать его не таким, каким он был раньше супергероем. Мы видим его цели. Его цель превратиться в Мстителя. И впервые мы видим Питера Паркера в мире, в котором уже есть все эти супергерои. И нам очень повезло, что эти супергерои — это Мстители. Для него это очень интересное время, время его становления. Нам очень интересно работать над такой задачей. Благодаря тому, что мы использовали вот эту вселенную и мифологию Мстителей, мы смогли использовать мир и эффекты, и предметы, и идеи, которые мы не раньше могли использовать. Отличный ответ. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Да. Да-да-да, подходите. Чуть-чуть побыстрее, потому что у нас... Максим Королёв, Hit FM. Вопрос к Тому. Том, скажи, пожалуйста, при подготовке к роли ты каким-то образом общался с Тоби Магуайром или Эндрю Гарфилдом. И в твоем личном рейтинге кто из них круче? Тоби или Эндрю? Ну, понятно, что ты пока круче всех, но потом кто второй или третье место? Нет, я с ними не общался до съемок фильма. Но я с ними повстречался уже после съемки фильма. Я встретился с Эндрю на красной дорожке на церемонии BAFTA. Нас обоих номинировали на эту награду. Он очень хорошо себя вел, мы прекрасно пообщались. И недавно мы встретились с Тоби Магуайром в гостинице, где я жил в Лос-Анджелесе. Прекрасные ребята, мы с ними очень приятно, мило общались. Большое спасибо. Я так много стран посещаю сейчас, и я чуть не сказал «грасиас». Правильно, спасибо, да? Так говорят. Да, я с ними встречался, и они очень хорошие люди. Я очень рад, что я правильно все сказал. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Давайте вот молодой человек. Добрый день. У меня два вопроса. Сначала к Джону Уотцу. Любовные интересы Питера Паркера – это самые известные Мэри Джейн и Гвен Стэйси. А в этом фильме, судя по трейлерам, у нас будет новый Лиза Аллен. Она менее известна. Хотел узнать, как вы считаете лично, может ли это отразиться негативно на зрителях, которые привыкли видеть Мэри Джейн и Гвен, или на фанатах, которые… Ну, зрители, которые не знакомы с комиксами, это для них будет в новинку. А также для фанатов, которые тоже считают, что лучше было бы, чтобы было популярней. Ну, любовный интерес. И к Тому вопрос еще. Том, вот недавно было интервью, в котором Амин Паскаль сказала, что фильм «Веном» будет связан с киновселенной Марвел. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. К сожалению, мы не можем позволить два вопроса задать, поэтому только один. Я прошу прощения. Так что вопрос к Джону. Хорошо. В этом фильме мы хотели как можно больше всего нового сделать, как можно больше всего изобрести, больше новых персонажей, злодеев, всего того, чего раньше не было в фильмах о Человеке-пауке. Поэтому это была наша главная задача, главная причина, почему мы сделали Элис Айлен главным любовным, романтическим интересом Питера Паркера. И я поэтому пытался в этом фильме не показывать тех фильмов, и тем людям показывать те вещи, которые они раньше уже видели в других фильмах. В этом и отличие фильма. Спасибо. Пожалуйста, вот девушки с аппаратурой в руках. Президент Marvel Studios только что заявил, что он сравнил будущую серию фильмов с фильмами о Гарри Поттере. Стоит ли нам ждать еще 10, 12, 13 фильмов, прежде чем персонаж состарится до неприличия. Я на это очень надеюсь. А что вы имели, что он имел в виду? Знаете, мы хотели бы начать с персонажа Питера Паркера в юношестве, в подростковом периоде, когда мы не видели еще такого его состояния. И тут есть скорее дух фильмов о Гарри Поттере, о том, как люди смотрят фильмы, взрослеют, становятся более опытными и зрелыми, и вместе с персонажами проходят свой жизненный путь. И я надеюсь, что то, что мы делаем сейчас, это будет отправной точки для чем-то большим, для какой-то большей истории кинематографической. Я стараюсь сделать только один фильм одновременно, поэтому я не забегаю вперед и не думаю о том, что будет в будущем. Я надеюсь, что мы сможем рассказать очень богатую и интересную историю наших персонажей. Следующий вопрос. Пожалуйста, девушки, микрофон у вас. Вы видите и знаете, кому его нужно дать. Да? Пожалуйста, туда. Ютуб-канал The Puzzle Tech. У меня вопрос к Тому. Роль Человека-паука подразумевает отличную физическую форму. Как тяжело было подготовиться к этой роли и какие специальные, может быть, трюки, движения пришлось изучить? Мне очень нравится физическая составляющая актерской работы. И мне трудновато ходить в спортзал просто ради того, чтобы выглядеть хорошо. Мне пляжное тело – это не то, что я хочу. Я бы повалялся дома в постельке. Но вот к фильму, да, я готовился с удовольствием. Я занялся гимнастикой. Очень важно было освоить некие азы гимнастики. У меня был великолепный специальный инструмент для тренировки, которым я занимался гимнастикой. Я очень много узнал об этом процессе, о том, как управлять своим телом с огромным удовольствием. Ты на нем прыгал, да? Да, я подбегал к группе людей и сказал, я хочу, ребят, купить ваше специальное устройство, на котором я буду заниматься гимнастикой. И они сказали, что, а в какой тебе спортзал нужно его установить? Он говорит, нет, мне нужно для себя. А тебе зачем? Мне нужно для фильма. Понимаешь, мы никогда не делаем это для людей, но для тебя продадим для твоего фильма. Меня зовут Константин, сообщество Marvel DC ВКонтакте. А какова была твоя реакция, ну, именно обращение к Тому, когда утвердили Тома Харди на роль Венома и хотел бы ты сняться с ним в одном фильме? О, да, это очень интересный момент. Мне кажется, что он сыграл бы этого персонажа очень живо, очень интересно. Я не знаю, буду ли я сниматься в этом фильме. Сейчас я сосредоточен на фильме о Человеке-пауке, возможно, немножечко на фильме о Мстителе. Пока что я не знаю. Но я снимался уже в фильме с Томом Харди. И мы вместе работали с ним с первого дня. Друзья, давайте будем держаться в тематике Spider-Man. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Тайма от Москва. У меня вопрос к Тому или Джон. Если у вас есть ответ, тоже присоединяйтесь. Мы видели, как Питер Паркер или Человек-паук взаимодействовал с Тони Старком. Я думаю, что в фильме будет много такого еще в фильме. Мы видели, как он общается с Капитаном Америкой. Вопрос вот в чем. Вы лично, с какими персонажами из киновселенной Марвел вы бы хотели повзаимодействовать в фильме? Может быть, это боевая сцена? Может быть, с кем-то в каком-то более спокойной разговорной сцене? С кем вот вам интересно оказаться в кадре? Мне бы очень захотелось сняться с Черной Вдовой. Очень нервис? Да, мне было бы очень тяжело и очень необычно с ней встретиться. Я бы, наверное, очень испугался. Очень интересно встретиться вообще со всеми персонажами. Мне очень нравится Пол Ратт, я надеюсь, что с ними надо тоже придется встретиться. Но вообще мне интересны персонажи, у которых есть вторая жизнь, другая личность, которую они скрывают. То есть с ними он бы смог взаимодействовать и найти что общее. Последний вопрос, друзья. Кто же будет этот счастливчик? Пусть это будет самый классный вопрос. Ну вот девушка, ну так хочет, но в красивом... Я хочу не меньше. Да. Все, вопросов нет. Спасибо, Артем. Наталья Шуцова, Авторадио. В одном из интервью, Том, вы говорили, что боитесь пауков. Ну, собственно, у вас такая арахнофобия. Это я, смотрите. Оп, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы тогда на съемках, собственно, взаимодействовали с самими пауками? Потому что, ну, я знаю, что там есть кадры именно с ними. Как справлялись с этим страхом? Не было никаких пауков в фильме. А, ты не знаешь об этом просто. Ох, черт. Я однажды паука подсунул ему в костюм. Просто ради прикола. Однажды нам сказали, что в купальнике каком-то был паук. Кто... Чак это нам сказал. Вообще, нет, я, конечно, не люблю пауков. В этом пресс-туре мне спрашивают постоянно одно и то же. И чем дольше я об этом говорю, тем страшнее мне становится. Поэтому спасибо вам за этот вопрос. Нет, я не люблю... Не люблю арахноф. И это уже десятитысячный раз, когда я об этом говорю. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное за ваши интереснейшие вопросы. Я бы сфотографировался со всеми, можно?